Приоралья стала первым регионом, которому Генеральная Ассамблея ООН предоставила столь значимый статус – зоны экологических инноваций и технологий. Данная инициатива выдвинута президентом Шавкатом Мерзиёевым в сентябре прошлого года. Единогласно принята в ходе пленарного заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Специальная резолюция нацелена на объединение усилий в целях формирования условий и стимулов для привлечения инвестиций в разработку и внедрение высокотехнологических инноваций, экологически чистых и энергосберегающих технологий, для комплексного применения принципов зелёной экономики, предотвращения дальнейшего опустынивания и экологической миграции, развития экотуризма и реализации других мер. 18 мая 2021 года. Несомненно, этот день останется одной из важнейших дат в истории нашей страны. Поддержана одна из инициатив современного Узбекистана. Как мы знаем, в сентябре 2020 года президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил принять специальную резолюцию об объявлении региона Аральского моря зоны экологических инноваций и технологий. Хотел бы вновь обратить внимание на губительные последствия высыхания Аральского моря. Зона при Арале стала эпицентром экологической катастрофы. В целях улучшения сложившейся ситуации мы ведем огромную работу по формированию нового ландшафта, лесных массивов и почвенного покрова на площади 2 миллионов гектаров. По нашей инициативе создан многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приоралья. Надеемся, что этот фонд станет надежной платформой для практической помощи мирового сообщества, населению региона, проживающему на территории со сложной экологической обстановкой. Предлагаем принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приоралья зоны экологических инноваций и технологий. А день принятия этого важнейшего документа объявить Международным днём защиты и восстановления экологических систем. И вот спустя не так много времени единогласно была принята специальная резолюция ООН, объявляющая регион Аральского моря зоны экологических инноваций и технологий. С авторами резолюции выступили около 60 государств из различных регионов мира. В том числе Россия, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Пакистан, Иран, Индия, Япония, Азербайджан, Алжир, Афганистан, Беларусь, Венгрия, Египет, Китай, Малайзия, Марокко, Парагвай, Румыния, Сенегал, Сингапур и другие. Это практическое подтверждение того, что инициативы Узбекистана с большим интересом и вниманием принимаются на международной арене. Фактически с самого первого дня своей деятельности глава нашего государства продвигает важнейшие для региона Аральского моря инициативы и призывает мировое сообщество обратить серьезное внимание на этот вопрос. Кстати, впервые с нынешней инициативой, поддержанной человечеством, президент Шавкат Мерзиев выступил на заседании глав государства учредителей Международного фонда спасения Арала, состоявшемся в августе 2018 года в Туркменистане. Итак, что же такое специальная резолюция, объявляющая о приоралии зоны экологических инноваций и технологий, и какую роль это играет в судьбе региона? В первую очередь, меры будут направлены на смягчение последствий экологического кризиса, совместную работу по стабилизации ситуации. Как отмечается в резолюции по приоралию, Генассамблея ООН поддерживает региональные инициативы, направленные на улучшение ситуации в приорали, поощряет исследования и консультации в целях восстановления и улучшения экологии в регионе и качества жизни местного населения, подчеркивает важность активизации регионального сотрудничества в приорали, призывает всех заинтересованных проводить исследования и внедрять экологически безопасные технологии для устойчивого роста в регионе. Данная резолюция позволит объединить и согласовать усилия международного сообщества, чтобы привлечь инвестиции в инновации зеленой технологии. В свою очередь, они должны предотвратить опустынивание и экологическую миграцию, а также помочь развивать экотуризм и другие проекты в приорали. В документе высоко оценивается и поддерживается создание международного инновационного центра приорали при президенте Республике Узбекистан и учреждение многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона приорали. Эти важнейшие шаги нацелены на предотвращение развития экологической катастрофы и, самое главное, реализацию социально-экономических проектов. Делегации стран-членов из Азиатско-Тихоокеанского региона Европы, Африки, Латинской и Северной Америки, активно участвовавшие в дискуссиях по проекту документа, высоко оценили инициативу президента Узбекистана, а также подчеркнули ее чрезвычайную важность как для стран Центральной Азии, так и остального мира. Кстати, условий потенциала самого региона для превращения в зоны инноваций и технологий более чем достаточно. Возрождаемая инфраструктура, залежи полезных металлов и многое другое, помноженное на человеческие ресурсы и большую поддержку государства. Вчера, 18 мая, произошло очень важное событие, которое имеет огромное историческое значение, я думаю, для всей нашей планеты, и особенно для региона Приоралия, для Узбекистана, для Центральной Азии. На пленарном заседании 75-й Генеральной Ассамблеи ООН была принята и одобрена резолюция, которая была подготовлена нашим уважаемым президентом и была представлена на обсуждение всем странам, членам ООН. Это резолюция о признании Приоралия зоны экологических инноваций и технологий. Этот документ имеет очень важное значение, и она была принята единогласно всеми странами, участниками данного заседания. Я вот занимаюсь проблемой оральской экологической катастрофы, здоровьем населения в этом регионе более чем 40 лет. Такого документа мы не видели. Это судьба, судьба региона, судьба моря, судьба людей, судьба планеты. Благодаря инициативам президента, которые были отмечены в ходе работы 75-й Генеральной Ассии ООН, там были подняты проблемы, которые имеют значение для всей нашей планеты. По инициативе нашего президента создан многоотрастовый фонд по Приоралию, создан инновационный центр по Приоралию именно в Нукусе, в Каракалпакстане. В Сенате создан специальный комитет по региону Приоралия. Именно в республику Каракалпакстан направлены огромные средства в ходе реализации государственной программы 48-89 по улучшению ситуации в целом регионе Приоралия. Вчера в пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН была принята резолюция по объявлению зоны Приоралия, зоны экологической инновации и технологии. Я могу сказать, что действительно это стало грандиозным успехом узбекской дипломатии. Отрадно, что соавторами этой резолюции стали более 60 стран мира. Это говорит о том, что международное сообщество полностью поддерживает такую инициативу. По инициативе нашего президента был создан специальный комитет по развитию региона Приоралия. Наш комитет тоже в этом направлении внедрение экологических инновационных технологий вносит свою определенную лепту. Недавно мы разработали новую на базе креативных технологий, био-агробиотехнологию, которая не имеет аналогов в мире, которая именно приспособлена к развитию сельского хозяйства, развитию растений путем решения экологических и мелиоративных проблем засоленных земель, которые повышают урожайность сельхозкультур, экономят воду. В результате выдвинутых инициатив главой нашего государства на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция по решению проблем Приоралия. Это событие обрадовало всех людей, проживающих в этой местности. Эта проблема носит региональный характер. Она также касается непосредственно и наших соседних стран. На сегодняшний день на решение проблемы выделяются огромные средства. И все неспроста прокладываются транспортные коммуникации в самые трудодоступные места. Огромная работа проделана и в области предотвращения солевых бурь. Я прекрасно помню, как в 2018 году во всем регионе поднялись огромные солевые бури. Я поехал туда, беседовал с жителями. Они сетовали на природную стихию, во время которой они закрывались в своих домах и не могли выйти наружу. Даже несмотря на предпринятые меры, спустя час солевая пыль проникла уже вовнутрь жилища. В эти минуты им было сложно дышать. Народ был в замешательстве. Именно в целях предотвращения подобных случаев по инициативе главы нашего государства была начата масштабная работа по озеленению высохшего Аральского моря. Каждый из нас должен внести свою лепту в это дело во главе с нашим президентом. Важным компонентом цели устойчивого развития на период до 2030 года является принцип не оставлять никого без внимания. В этой связи народ Каркалпакстана будет играть ключевую роль в развитии данной стратегии Узбекистана. Идея состоит в том, чтобы работать с международными сообществами над определением новых подходов к решению старых проблем. Эта инициатива правительства Узбекистана предусматривает основные программы по восстановлению земель, которые будут проводиться на высохшем дне моря и вокруг него, чтобы свести к минимуму опасность песчаных бурь для здоровья населения. ПРООН оказывает поддержку правительства Узбекистана в укреплении этой концепции и определении возможностей для ее реализации. И поэтому мы взяли на себя обязательство воплотить эту амбициозную идею в жизнь. В настоящее время разрабатывается комплексная дорожная карта как единый инструмент для направления всех инициатив правительства и всех партнеров по развитию региона Приоралья. По данному аспекту ПРООН поддерживает разработку этого инструмента, помогая объединить фактические данные с системным подходом и определяя стратегические точки соприкосновения, которые позволят найти финансирование и внести масштабные трансформационные изменения для поднятия уровня жизни населения Приоралья. Безусловно, приветствую это решение. Я рад, что Генеральная ассамблея ООН принимала эту резолюцию, что Аральское море сейчас станет зоной экологической инновации и технологии. Я считаю, что для решения этого вопроса надо все больше и больше, что международное сообщество работало плотно вместе, что то, что уже делается, надо делать еще больше, чтобы на эти проблемы смотреть уже с научной точки зрения, все уделять внимание в плане исследований, в плане изучения климатических изменений. Я вижу, что для Узбекистана это очень важный вопрос и много усилий предпринимают со стороны президента, со стороны правительства, чтобы привлечь внимание других стран на этот вопрос, потому что действительно это уже какая-то проблема, которая вышла за пределами страны, и все страны должны этим заниматься более активно. Это очень смелый шаг. Мы ради этой инициативы, мы очень заинтересованы в развитии как Афгастана. У нас разные проекты. Давно у нас была миссия агентства по развитию Франции, в НУКУС, чтобы осмотреть возможности новых проектов. В рамках выезда тоже был подписан очень важный договор между французским агентством по развитию и правительством Узбекистана. Этот договор предусматривает за будущие годы, на 5 лет, возможность финансирования агентству до 1 миллиарда евро для проектов, для выражения, в частности, в сфере окружающей среды, климата, долгосрочного развития страны. Так что это будет очень сильная опора для нашего сотрудничества. Мы сейчас отрабатываем все это и надеемся, что скоро уже сможем сообщить новые проекты. Принятие 18 мая текущего года со стороны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по предложению президента Республики Узбекистан резолюции, объявляющей приорали зоны экологических инноваций и технологий, стало очень важным событием и очередной победой во внешней политике нового Узбекистана. Это является признанием со стороны международного сообщества глобального характера трагедии высыхания Аральского моря. В 2019 году, 25 октября, в городе Нукус была проведена конференция под названием «Приоралия зона экологических инноваций и технологий». Конференция высокого уровня, на котором также к участникам обратился Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. И он особо подчеркнул, что исчезновение Аральского моря является одним из наиболее крупных экологических трагедий современности. И с этой точки зрения, инициатива руководителя Узбекистана и принятие данной резолюции, оно нацелено еще раз привлечь внимание международного сообщества к трагедии Арала и к совместным усилиям по решению всех возникших проблем в этой зоне. Принятие резолюции, оно еще раз показывает, насколько актуальна и насколько важна инициатива президента Республики Узбекистан. До момента принятия этой резолюции проведено очень много переговоров, консультаций с зарубежными государствами, и практически все зарубежные партнеры наши, они всецело поддержали эту инициативу. Уважаемые граждане Узбекистана, позвольте мне поздравить уважаемого президента Узбекистана Шавката Мирамоновича Мерзиёева, правительство Узбекистана, а также узбекский народ с единогласным принятием Генеральной Ассамблеи ООН 18 мая в специальной резолюции об объявлении региона Приоралья зоной экологических инноваций и технологий. Эта инициатива президента Узбекистана получила широкую поддержку мирового сообщества. Ее соавторами выступило около 60 государств, включая все страны Центральной Азии. Она посвящена одному из ключевых вопросов регионального взаимодействия в области сохранения и рационального использования бесценных водно-экологических ресурсов бассейна Аральского моря. После проведения в конце октября 2019 года Международной конференции высокого уровня в городе Нукус Приоралье зона экологических инноваций и технологий, где я имела честь представлять Генерального секретаря ООН Антонио Бутерреша, узбекской стороной и другими партнерами была проведена огромная работа, результатом которой стало принятие Генеральной Ассамблеи ООН этого важного документа. В этом смысле я очень рада видеть, что с принятием этой важной резолюции Генеральная Ассамблея предоставила столь значимый и особый статус приоралью – пространство экологических инноваций и технологий. Вопрос о поиске и внедрении новых современных методов и подходов к расширению оральской проблемы стоит как никогда актуально. Обсуждение этой проблемы в региональном масштабе уже явно недостаточно. Нам потребуется выход на новый, качественный уровень взаимодействия через привлечение внимания к этой проблеме международного сообщества. Несомненно, принятие этой резолюции будет способствовать формированию необходимых условий и стимулов для привлечения инвестиций в разработку и внедрение высокотехнологических инноваций, экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий, комплексного применения принципов зеленой экономики, а также наращиванию научно-исследовательской деятельности и предотвращению дальнейшего опустынивания и экологической миграции, развития экотуризма и реализации множества других мер. Хочу подчеркнуть, что сегодня в регионе Центральной Азии водная и экологическая проблематика остаются ключевыми с точки зрения полноценного и устойчивого экономического и социального развития. Немаловажно отметить, что в условиях новых вызовов, связанных с уменьшением объемов воды, таянием ледников и негативным воздействием изменения климата, а также увеличением населения и тем самым ростом потребностей на воду и продовольствие, нынешняя ситуация ставит перед государствами Центральной Азии огромные задачи по обеспечению водной и продовольственной безопасности во всем регионе. И решение этой задачи становится залогом обеспечения экологической безопасности региона, а значит, залогом мира, стабильности и процветания Центральной Азии. Это должно стать поводом для консолидации наших общих усилий в работе по улучшению качества условий жизни людей, населяющих наш регион на долгосрочной основе. Республика Узбекистан уже активно двигается в данном направлении. Свидетельство тому – успешный запуск проекта по созданию в сотрудничестве с ООН многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приоралья в Узбекистане, а также идея о Международном инновационном центре Приоралья при президенте республики. Это весьма амбициозный проект с очевидной региональной перспективой по обеспечению скоординированного подхода к решению экологических проблем Аральского региона. Настолько известно, к этой инициативе приглашены участвовать также и другие государства региона, партнеры и организации. В свою очередь, хотела бы заверить, что ООН будет продолжать регулярные контакты со всеми сторонами и оказывать дальнейшую поддержку странам региона в рамках имеющихся направлений сотрудничества, в том числе новых технологических проектов и инициатив на благо всех народов, проживающих в Центральной Азии и за ее пределами. Еще раз поздравляю и, надеюсь, будет очень символично, если страны-члены также поддержат идею уважаемого президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мерзиёева, отметить дату принятия этого важного документа как Международный день защиты и восстановления экосистем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова